Всем привет! Мы продолжаем наши онлайн-тренировки и сегодня на очереди вторая неделя, которую мы разберем подробно. Первая тренировка и первое упражнение. Наклоны со штангой на плечах. Напоминаю, что при выполнении этого упражнения важно, чтобы колени разводились в сторону, таз был отведен назад. И как можно глубже мы сделали наклон с прямой спиной. Медленно опускаемся вниз и быстро вставим вверх. Упражнение номер два. Протяжка рывковая в стойку. Выполняется тоже с маленьким весом, не надо гнаться за большим. Очень важно, чтобы была правильная траектория. Нужно постараться, чтобы гриб как можно ближе проходил возле дела. Принимаем стартовое положение. Натягиваемся и делаем протяжку. Обязательно фиксация вверху. Если вы заметили, что подрыва в этом упражнении нет. Мы штангу разгоняем за счет ног и спины и выбрасываем вверх. Упражнение номер три. Толщок со стойкой. На этой неделе я написал 80%, чтобы уже немножко придавить. Поэтому пробуйте. Если, конечно же, будет тяжело, ставьте меньше. Штанга берется со стоек. Подворачиваем локти вверх. Штанга лежит на плечах. Делаем медленно подсет и быстро выталкиваем вверх. Не забываем про фиксацию вверху. При работе со стоек штанга всегда опускается на грудь и ставится на стойки. Упражнение номер четыре. Тяга рывковая. Свиста. Делается с помощью лямок. Считается от максимального рывка. На этой неделе мы будем делать 90%. Опять же, если тяжело, ставьте меньше. Приняли стартовое положение. Обтянулись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Упражнение номер пять. Последнее в этой тренировке. Приседания со стоек плюс трастер. Штанга снимается со стоек. Делаем присед. И с седа выжимаем штангу вверх. Не забываем также про фиксацию. Вот и все. Тренировка номер один окончена. Тренировка номер два. Состоит из пяти упражнений. Первое из которых гиперэкстензия. Быстро поднимаемся вверх и медленно опускаемся вниз. Если получается сделать остановку при выпрямлении, это еще лучше. Упражнение номер два. Рывковый уход плюс приседания со штангой над головой. Рывковым хватит. В этом упражнении очень важна фиксация со штангой над головой. Поэтому обратите на нее внимание. Упражнение номер три. Рывок с виса. Опять же, выполняется в лямках. Считается от максимального рывка. Постарайтесь как можно дольше сохранить угол при вставании и стоять постоянно на полной стопе. Упражнение номер четыре. Подъем на грудь. В низкий сет. Особенность выполнения делается в низкий сет. И опять же, сохраняем, как и в руке с виса, как можно выше наклон плечей. Упражнение номер пять. Заключительное. Приседания со штангой на груди. Локти подворачиваем вперед, таз отставляем назад. Медленно опускаемся вниз и быстро вставим вверх. Вот и все. Вторая тренировка сделана. Вот мы и подобрались к последней тренировке номер три на этой неделе. Она будет у нас состоять из четырех упражнений. Первое будет упражнение наклоны со штангой на плечах. Я уже о них сегодня рассказывал, поэтому просто посмотрим. Следующее упражнение. Рывок сплинтов. Выполняется в основном в лямках. И делается с помощью вот таких вот подставок. Чтобы высота штанги была выше стандартной. Подходим как можно ближе к штанге. Разводим колени в стороны. Следующее упражнение. Подъем на грудь, плюс приседания, плюс толчок. Это будет у нас небольшой комплекс. Он будет встречаться у нас практически каждую неделю. Можно сказать так, немножко на функционалку. С небольшими процентами, но очень тяжелый. Смотрим. В комплексе этого упражнения делается каждый подъем по два раза. Я же его сделал по разу. Следующее упражнение. Последняя, наверное, неделя. Из основных тяго-толчковая свиста. Делается тоже с помощью лямок. Считается от максимального толчка. Смотрим. Тренировка номер три подошла к мягкому окончанию. Также не забывайте про прыжки. О прыжках. Ну а теперь непосредственно о дополнительных тренировках, которые у нас находятся между... Которые у нас вставлены между тренировкой один, два, три. Это тренировки, рассчитанные на три упражнения. Вот эта вот тренировка, где ставлены наклоны, рвок с паха и толчок на технику. То есть, опять же, подбираем как можно меньше вес, для того, чтобы основной акцент сделать на движении и на правильность выполнения. Рвок с паха делается... Штанга опускается с виса, поднимается как бы с виса. И делается как можно меньше апплитуда, чтобы штанга опустить как можно ниже. С этого положения вырвать. Следующая тренировка. Вот у нас здесь написана гиперэкстензия. Мы ее уже делали и показывали. Рвок тоже на технику. Небольшой вес. Стараемся выполнять его медленно. И основной акцент на правильность выполнения. И тяга рывковая с ребра. Она есть на моем канале. Записано полное видео. Поэтому можете посмотреть на правильность его выполнения. И на основные моменты. На этой неделе вот я обозначил 80% зону. Это вот в упражнении толчок со стоек, рывок подъем на грудь и рывок сплинтов. Немножко работаем уже в такой зоне более профессиональной. Поэтому смотрите, если будет неудобно или тяжело, старайтесь сократить нагрузку. То есть делаем по самочувствию. Ну а так хочу сказать, что вижу, что популярность растет. Это приятно радует. Поэтому думаю, что разрастет это всегда до больших размеров, чем я даже думал. И соревнования, которые мы планируем на середину-конец декабря, будут более масштабные. Поэтому тренируемся вместе и тренируемся правильно. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова